Уже как 5 дней назад вышло обновление по игре Mortal Kombat Mobile, я записал только лишь один ролик, один, и нужно это как-то исправлять. Я до сих пор не изучил это обновление досконально, в том плане то, что поменялись таланты, один талант испорчен, другой талант тоже восстановлен и работает. И хотелось бы это проверить в 200-м поединке Башни Земного Царства с тем отрядом, который ранее не выдавал полностью свой потенциал. А сейчас он это будет делать, да еще и с бонусами кое-какими. Поэтому всем привет, ребят, с вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. Уже такое, знаете, рождественское настроение, в игре тоже оно присутствует, поэтому у меня оно тоже имеется, и это, конечно же, ха-ро-шо. А мы переходим на данный момент в эту игру, и давайте посмотрим, что у меня получится сделать с отрядом ударной группы. Поехали! Если вы хотите быстро прокачать свой аккаунт, то вам на помощь приходит сайт gamegold.ru. Тебе на аккаунте не хватает алмазных персонажей в игре? Сайт gamegold.ru придет тебе навстречу. До 20 алмазных персонажей ты можешь спокойно заказать на сайте себе на аккаунт. Не хватает валюты? По низким ценам и быстрой доставке до 25 тысяч душ ты можешь заказать на сайте gamegold.ru. Если у твоего кореша аккаунт прокачан, нежели чем у тебя, то ты можешь заказать аккаунт на сайте gamegold.ru, где у тебя сразу же на аккаунте будет 70 тысяч душ и как минимум 8 алмазных персонажей в коллекции. Возможно, у тебя нет консоли, но ты хотел всегда заполучить какого-нибудь консольного персонажа, то персонаж МК-11 тебе выпадет благодаря связи с консолью и 40 душ соответственно. gamegold.ru Также, ребят, на сайте gamegold.ru на данный момент проходят рождественские скидки, новогодние скидки, поэтому переходи по ссылке в описании, вводи мои промокоды и получай самые шикарные бонусы. Да, потому что промокоды дают тебе отличнейшие бонусы, которые можно потратить на тех самых новогодних рождественских наборов, потому что все-таки в игре Рождество, а у нас новогодняя, скорее всего, тематика, но неважно. Да, можно заполучить огромнейшее количество душ, чтобы потратить на те наборы, которые выскакивают по скидкам. Сегодня, кстати, это наборы Combat Cup. Да, это наборы Combat Cup. За 325 душ можно приобрести эти наборы и прокачает довольно-таки неплохие персонажи. Это и Джонни, и Сонни, и, скажем так, Харли чуть не сказала. Да, есть такой момент. Сонни, Джонни и Харли. Да, Кэсси Кейдж, я хотел сказать. Именно Кэсси Кейдж. И, в общем-то, давайте я для начала заберу вот этот вот праздничный подарок. Посмотрим, что здесь имеется. Тут вроде набор Огонь и Лед находится, поэтому вдруг выпадет Алмазный Скорпион, либо Алмазный Сабзира. Я буду этому рад, поэтому набор не подведи меня. Так, новый уровень. Хорошо. Демоническая стойкость. Хорошо. Необычная катана и Скорпион классический. Ну, я вам так скажу, неплохо, неплохо. В любом случае, ну, что-то интересное выпало. Только единственное, что это у меня уже есть и прокачано до десятого слияния. Плюс, кстати, вы посмотрите, какие наборы здесь. Дорогущие просто-напросто наборы. Где, конечно, есть шанс на выпадение этой самой Синдал. Одна карта золотого персонажа Синдала Денисская Кровь. Две карты Алмазных персонажей. Две карты Золотых персонажей. Одна редкая карта снаряжения Гребня Роковой Женщины. Странный, странный достаточно набор. Здесь пять карт золотых персонажей с шансом выпадения с самого персонажа 20%. Очень-очень плохо. Я считаю, очень плохо. И поэтому переходим в Крипту. В Крипту. Далее в магазин. И приобретаем эту Синдал за 7000 сердец. Да, хочу еще, кстати, Рейдена приобрести. Поэтому буду играть и надеяться на то, что успею еще и 14к накопить. Потому что 4 есть, а остается 10 тысяч нафармить. Думаю, что успеть должен. Должен успеть. Теперь у меня есть новейший персонаж в этой игре. Да, кто-то скажет, он бесполезен. Потому что нет слияния. Что с него взять? Правильно. Правильно думаете. Но. Но. Я бы хотел сказать одно но. Одно но. То, что если даже он из себя ничего не представляет. Точнее, она из себя ничего не представляет. То зато у меня полностью все персонажи имеются. Ну вот. Это хорошо. Это хорошо. И теперь я плюс еще Эдениский отряд могу сделать. Блин, классно. Классно то, что она у меня появилась. Это шикарнейший персонаж. И при этом бесплатно. Не потратил на него ни копейки. Эдениский. Эдениская кровь. Синдал. Китана. И Рейн. Как вы видите, весь отряд. У меня есть. Даже можно отдельный видос записать по отряду Эденискому. Но я думаю, мало кому это будет интересно. Ну а теперь давайте перейдем на данный. На данный получается отряд. По талантам. По талантам. Сразу же демонстрирую. Что прокачано. Вот такая вот штука прокачана у меня здесь. Здесь стойка сокола. Здесь стойка всадника прокачана. 8% ускорения заряда силы. Ну, кстати, здесь она сломана. Можно и на единичку прокачать. Будет то же самое. Но, да ладно. Да ладно. Это не важно. Ну и ударом в слабое место. Это самое главное. Поэтому пробуем. Пробуем сейчас оценивать, насколько быстро набираться будет сила. Это первый момент. А второй момент. Насколько быстро я буду привязку юзать при спецприеме первым. Поэтому все. Прямо сейчас мы это изучим. И надеюсь, с первого раза пройду наконец-таки этот поединок. За счет вот этих вот багов и недоработок. Так. Быстрое накопление спецприема. Ну, кстати, достаточно быстрое. Вы посмотрите. Я тут очень быстро спецприем второй накапливаю. Так. Ну и привязку я не юзаю. Да. Можно это сделать, конечно. Ай, блин. Он ослепление вешает. Ну, ладно. Ничего страшного. Ослепление это ослепление. Да тут главное бы попасть еще по персонажу. Мрази. Блин, ну какие же они мрази с этим ослеплением. Серьезно. Ой, ладно. Давайте пробовать. Может сейчас привязка. Да, конечно. Какая привязка. Так. Хорошо. Хорошо. Я понял. Здесь идет полнейшая борьба за то, чтобы я никого привязать не сумел. Ну, хотя бы данного персонажа я точно привяжу. Потому что спецприем второй приходится использовать. Да что ж такое-то. Вот как так понять вот можно этих персов. Специально на меня это ослепление повесили, я считаю. Специально. Просто специально. Так, ладно, Джоник. Выскакивай снова. У тебя сейчас есть супер момент, чтобы просто нагнуть первого персонажа. Так, ну сила накапливается очень быстро. Уже по поводу одного бага мы точно решили вопрос. Плюс у меня включается еще и получается экипа самого Джоника. Что дает нам вообще, ну прям имбу-имбу. Так, сразу же наносим еще один спецприем в блок. Ай-яй-яй, сейчас вынесет. Сейчас вынесет. Некрасиво, некрасиво. Блин, вот кстати, вроде привязка не работает до сих пор. Что-то мне кажется тут привязкой не пахнет. Могу ошибаться, конечно. Может быть я и не прав в чем-то. Блин, вот тут вот, конечно, прям не везет, не везет в этом плане. То, что все время вешается вот это сраное ослепление. Давайте посмотрим. Спецприем первый на истощение бамц. И да, отражение. Просто отражение. Поэтому в этом-то и проблема. Из-за того, что срабатывает отражение. Ну и здесь я думаю, что мы ничего не сумеем сделать. Поэтому просто выпускаем Кэсси и добиваем хотя бы одного персонажа. Потому что ну как-то все не очень хорошо идет. А, ну да, он исчез просто. Эх, блин, печальная ситуация на деле. Так, ослепление исчезло, я надеюсь. Да, исчезло. И здесь оно не вешается? Нет, вешается. Тоже вешается. Конченное ослепление. Ну просто конченное, ребят. Ну по-другому и не сказать. Как же бесит оно, серьезно. Так, ладно, сейчас в конце концов я сумею выпустить данного персонажа. Вынести одного и не добить второго. Потому что удар прошел не туда, куда надо. Хотя, пять секунд у нас есть. Четыре секунды есть. Давай, ну. Ребят, я нажал. Я заранее нажал, но персонаж стоял и урона вообще не хотел наносить. Нет, ну это кобзец, я считаю. Это полнейший трэш. Это полнейший трэш. И при этом я ни разу не увидел привязки. Притом удар в слабое место прокачано. Хотя, ладно, там отражение истощения всегда происходит. Блин, ну это печальная ситуация на самом деле. Печальная ситуация из-за этого странного отражения. Блин, 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 блин. Ну, я сам себя там тоже не привязывал по этому странной ситуации. Так, хорошо, давайте пробовать. Так, 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 готово. Почему талант не отражается? Так, хорошо, вот здесь, может быть, не будет сейчас отражений никаких. И все будет понятно. Так, ну, здесь не прошло, не проканало. Здесь тоже не проканало. А, ну ладно, ловушка... Видите, все, привязка есть. Видите, ловушка не отражена. Все, все работает, все работает. Так, хорошо, хорошо, этот момент проверен. Окей, ловушка отражена и привязка легла на меня. Талант отразился. Ну, вроде как это талант. Так, и давайте смотреть дальше, что будет. Что же будет дальше? Что мы увидим дальше? Мы истощаем снова. Снова истощение на меня вешается. Ну, хотя бы ослепления никакого нет. И то хорошо. Ага, вот оно появилось. Так, не люблю, вот не люблю эту экипу, где вешается ослепление. Это прям печальная ситуация, я считаю. Так, ну, зато, зато концовочка будет с бруталкой. Я уверен. Концовочка будет с бруталкой. Какое ж долгое ослепление. Ну, камон. Ну, серьезно, что ли? Какое оно долгое. Это, это жесть. Хорош, все. Завершили бой. Но оно очень долгое, я считаю. Я считаю, очень и очень долгое ослепление. Это прям жесть. Но при этом бруталити мы в конце использовали. Ладно, работают таланты и довольно неплохо. Спецприемы копятся быстро. Это самый главный момент. И самое важное, это то, что еще и работает привязка. Все вроде как отремонтировано. И при этом Джонни Кейдж ударной группы и отряд ударной группы справляются на ура. Да, не с первой попытки, но тут мне надо было, конечно, немножечко подумать, как реализовать по-иному. Вообще, возможно, нужно было юзануть классиков и было бы все замечательно. Но то, что мне падает Токеда, алмазный персонаж, это тоже все хорошо. Поэтому забираем его, добавляем в коллекцию и, конечно же, радуемся тому моменту, то, что башня пройдена. Это замечательно. Ну и все, что мне остается на данный момент сделать, это, конечно же, пройти Крипту до того момента, чтобы забрать еще Рейда на классический фильм. Он бы у меня стал уже восьмого слияния, что довольно-таки неплохо. И, конечно же, конечно же, пройти уже до конца Башню Темной Королевы. Осталось немного времени и я уверен, что я успею ее пройти. Ну да, еще два испытания надо как-то пройти, потому что 21 час остается до конца Крак на Рептилии. Поэтому тут тоже надо все завершить. И я думаю, что я все успею. По крайней мере, должен это сделать. Вот такой вот ролик получился. В скором времени Башня Темной Королевы у нас будет. Поэтому, да, ребят, не теряйте меня и мой канал. Потому что видосы я пилю до сих пор. Просто единственный момент, что не всегда это получается делать вовремя. А также у меня на втором канале выходит марафон по игре Injustice Mobile. Там уже вышло аж целых 19 дней на тот момент, когда вы смотрите данное видео. Поэтому, если кому интересно, обязательно переходите. Переходите, ссылку оставлю в описании. Там, по-моему, стримы мои проходят. И там ссылка есть на этот канал. Вот, такие вот дела. А на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока и до новых встреч.